Чтобы попасть в детсад, школу и на работу, несколько сотен детей и взрослых из микрорайона Седанка во Владивостоке каждый день перебираются с одного берега небольшой речки на другой. Переправой им служит мост, проложенный прямо по водопроводной магистрали. Каждый день как минимум два, то есть четыре раза в день. То есть туда, назад, туда, назад. Дети в школу ходят. То есть если его закроют, детишки будут вынуждены обходить вот так по трассе. Это, наверное, более опасно. Жители Седанки рассказывают, мост больше полувека назад самовольно проложили военные. Рядом находится часть, где базируются пограничники. Этим путем они ходили на стрельбище. Потом стрельбище закрыли, а мост остался. Горожане охотно им пользуются. В обход нужно идти несколько лишних километров. Ходить не страшно, альтернативы нет. Потому что иначе больше негде обходить здесь, чтобы пройти напрямую. Коммунальные службы много лет закрывали глаза на то, что по водопроводной трубе проложен незаконный мост. Но недавно, во время плановой проверки городских дорог и мостов, представители регионального ОНФ обнаружили переправу на Седанки и потребовали от прокуратуры закрыть ее. Он оборудован поверх водовода, что запрещено действующими нормами, поскольку по нему поступает питьевая вода. И это запрещено. Но и по-хорошему он должен быть демонтирован оттуда. То это угрожает жизнью и здоровью граждан. Оставшись без моста, жители Седанки возмутились. По их мнению, мост безопасен и главное, нужен всему микрорайону. Дело чуть не дошло до митинга, но власти Владивостока договорились с примводоканалом и сотрудники компании открыли доступ на мост. А мэрия Владивостока создала межведомственную группу, которая сейчас изучает возможность организации пешеходного перехода недалеко от самодельной переправы. И решает, можно ли построить на Седанке новый законный мост. Однако раньше следующего года работы не начнутся, а расходы на строительство не заложены в городской бюджет. Евгений Черемухин, новости на восьмом.